Приветик всем! Всем доброго дня, доброго здоровься! Завтра у нас 8 марта. С наступающим праздником, дорогие женщины! Нас любимых, с праздничком! Я хочу спечь тортик. У меня, знаете, будет такой тортик медовый, вместе с этим тортом дамский каприз. Я наподобие такого торта делала мужу на день рождения. Сейчас фотка будет, увидите. Просто для медового торта нужен крем просто сметана с сахаром. У меня сметаны нету, румынский магазин что-то закрыт, а итальянская пана мне не подходит. Поэтому я сделаю коржи медовые, но с кремом от дамского каприза. Там идет такой, знаете, как заварной крем. И, кстати, очень будет здорово. Кому интересно, оставайтесь с Леночкой, посмотрим, что получится. Я покажу вам сейчас ингредиенты, которые я использую для наших медовых коржей. Итак, я делаю на одну порцию. Это у меня, значит, так. Мука 6 стаканов. Яйца 4 штучки. Сливочное масло 200 грамм. Вот, видите, я уже вытащила, чтобы оно было мягенькое. Потом сахар стакан, полтора стакана. Смотря от крема. У меня, так как крем будет сладенький, заварной, я, наверное, поставлю только один стакан сахара. Потом мед. У меня домашний мед. Меня мама высылала. Вот здесь на дне осталось 2 ложки столовой меда. И 2 чайные ложки соды пищевой. И уже по желанию, кто как хочет, я добавлю какао. У меня будет такой, знаете, шоколадный тортик. Поэтому у меня какао будет и в коржах, и в креме. В первую очередь я взбью яйца, просею муку и добавлю в нее уже какао. Ну что, мука готова, яйца готовы. Начинаем делать тесто. Итак, взяли кастрюльку, поставили ее на огонь. Берем стакан сахара. Сыпем. И добавляем наши 200 грамм масла сливочного. И на маленьком огне мы должны все хорошо помешивать, пока не растопится наша маслица. Ребятушки, смотрите, у меня маслица с сахаром хорошо растаяли. Быстренько добавляем 2 чайные ложки соды пищевой. И тоже быстренько-быстренько это все перемешиваем. Потому что сода начинает пениться. Так, быстренько 2 ложки меда. 2 столовые ложки меда. Хорошо тоже помешиваем. Быстренько-быстренько. Итак, добавляем яйца. Тоненькой струйкой. И помешиваем хорошо. И теперь всыпаем муку. Муку я всыпаю всю сразу. На самом маленьком теперь огне. Это все быстренько, все замесим. Мы сейчас, знаете, так варим, помешивая, помешивая. А уже перекинем на стол. И пока оно горячее, будем замешивать хорошее тесто. Да-да, именно в горячем виде должно тесто замешиваться. Да, нужно играться. Но зато результат, фу, стоит того. Итак, я стол присыпала мукой. Выкидываем наше тесто. И пока горяченькое, нужно замесить тесто. Да, блин, печет. Но так надо по рецепту. Итак, тесточко мое готовенькое. Ой. Оно, знаете, получается вот такое, знаете, как будто кусочками. Но так и надо. Теперь мы делим его на части, на сколько коржика вам надо. И поставим на водяную баню, чтобы тесто было мягенькое, и чтобы мы могли его катать. Итак, делим наше тесто. Видите, какое оно мягкое? Она прямо, знаете, какая-то картошка. Так, делим на коржики, сколько вам нужно коржиков. Вот, смотрите, я поставила кастрюльку на огонь, сверху тарелочку. И вот эти все мои кусочки я ставлю сверху, чтобы они были мягкие, чтобы мы могли их потом раскатывать. Ну что, берем кусочек и пробуем раскатывать. Вот. Раскатывается очень-очень трудно, потому что тесто быстро остывает и делается твердым. Поэтому мы его поставили на водяную баню, чтобы оно было тепленькое. Короче, тортик печь, да, я вам скажу, долго и непросто. Но зато результат стоит того, я вам скажу. Стараемся раскатывать тоненько-тоненько-тоненько. Я вначале раскатываю корж, смотрю примерно мой размерчик, вот я на такую крышечку режу. Вот видите, мало, нужно еще раскатать. И не режу покрышки, а так его ставлю в духовку, таким, какой он есть. А уже когда снимаю с духовки, потом уже обрезываю края. Моя подружка Гайдеечка, я она обожает этот медовый. Сейчас, наверное, смотрит, бедная слюньками давится. Гайдеечка, привет тебе. Так, смотрим. Окей, я так потом смогу вырезать. Смотрите, аккуратненько переложила на форму. И так буду поступать со всеми. Ну что, ребятушки, вот мои коржики, смотрите, тоненькие, классненькие, смотрите. Здорово. Вот все кусочки остались. Я обязательно сделаю такую мелкую крошку и буду сбоку оббивать. Пока духовка горяченькая, я поставила орешки подсушиться. А пока сделаем быстренько крем, потому что крем должен остыть до полного остывания. Поэтому надо быстрее его сделать, чтобы я успела сегодня и все перемазать. Ну что, девчонки, мальчишки, приступаем к нашему крему. Крем, как я говорила, у меня уже заварной. Я скажу сейчас вам все ингредиенты, которые я использую. На такой торте, как у меня, будем примерно делать на 2 стакана молока. Думаю, нормально будет. Итак, смотрите, вливаем 2 стакана молока. Вбиваем 2 яйца. Дальше добавляем почти полный стакан сахара. И 2 вот такие столовые ложки муки. И так, это все хорошо-хорошо взбиваем венчиком. Все вот эти наши ингредиенты. Поставили на огонь. Мы все хорошо помешиваем на большом огне. Как только вся наша смесь начнет закипать, мы газ убавляем. И потом быстрее-быстрее хорошо взбиваем венчиком. Ребятушки, смотрите, у меня смесь закипела. Я газ убавила до минимального. Видите, как уже загустеет. Мы помешиваем, помешиваем, помешиваем. Чтобы это все хорошо проварилось. Ребятушки, смотрите, я крем уже сняла с огня. Я его проварила минут 5, постоянно помешивая хорошо. Теперь что мы делаем. Добавляем ванилинчик. Пакетик. Добавляем какао. Какао уже добавляйте сами на свое усмотрение. Насколько шоколадный вы хотите торт, крем. Так, добавили, считайте, ванилин и какао. И все-все-все хорошо мы должны перемешать. Что мы делаем дальше? Наш крем готов. Берем пищевую пленку. Накрываем хорошо сверху наш крем. И оставляем до полного-полного остывания. И потом уже покажу, что я делаю дальше. Итак, ребятушки, проверим наш крем. Так, вроде кастрюлька холодненькая. Видите, какой застывшенький. Так, хорошо. Остыл, застыл. Отлично. Теперь по рецепту идут 100 грамм масла сливочного. Я поставлю меньше, потому что у меня больше и нету. Так, маслица. Маслица растопленная. Так что помешается очень легко и хорошо. И без миксера. Только венчиком. Ну что, как обычно, собрается тортик. Вначале возьму чуть-чуть крема. Поставлю вот так, знаете, на досочку тут посерединке. Чтобы он у меня, коржик, не бегал. Вот так он уже держится. У меня всего 8 коржей. Так что вот так по 2 ложки на каждый коржик. Думаю, будет нормально, чтобы мне и крема хватило. Итак, намазали так первый коржик. Посыпаем орешками. Сильно не посыпаем, чтобы не был суховатый потом тортик. Вот так, видите, слегка отлично. Ставим следующий коржик. Ну и так же самое делаем все-все коржики. Уже переключимся, когда у меня будет тортик весь собранный. Ребятушки, смотрите, как я собрала тортик. Теперь последний корж ставлю сверху. Но я его не смазываю. Я потом буду делать шоколадную глазурь. И покрою все сверху шоколадной глазурью. А теперь я сбоку обью все вот этой крошкой с коржика. Ну что, ребятушки, смотрите, тортик я хорошо все вокруг обсыпала. Видите, как здорово получилось. Так, что мы делаем дальше? Я купила вот такую клубничку. Видите? Сейчас я ее сполосну и выложу сюда на полотенчико. Обсушить ее надо хорошо. Я сделаю клубничку в шоколаде для украшения моего торта. Итак, вот моя клубничка уже промытая. Я старалась ее так высушить хорошо полотенчиками. Можно уже использовать. Итак, что я делаю? Вот на водяную баню поставила кастрюльку. И буду в ней растапливать шоколад. Ака у меня плитка грязная, блин, после торта. Уже закончу все. И потом все приберу, помою. И такие дела. Ну, ладненько. Сейчас скидаем шоколад растапливаться. Ну что, шоколад мой подтаял. Я его так поставила чуть-чуть на уклон. Берем зубочистку, вставляем в клубничку. Ну что, пробуем обмакать в шоколаде. Ух ты! Здорово! В первый раз такое делаю. Круто! Сейчас пора кручу чуть-чуть. Чтобы было такое, знаете, равномерненько. Смотрите, как круто! Я приготовила уже пергаментную бумагу, на которую я буду сейчас это вылаживать. Ха-ха! Пошла первенькая. Так. Одна пошла, вторая. Нужно делать быстренько, потому что шоколад быстренько остывает. Так мне сказал повар. Хе-хе. Кулинар. Привет, повар-кулинар. Кто знает, тот понял. Типа так. Ммм! Здорово! И ставим на пергаментную бумажку, чтобы шоколад хорошо застыл. Так, дальше. Хе-хе. Вот так наполовинку, видите? Так, прокрутим. Чтобы было равномерненько. Круто! Здорово! Круто, круто, круто! Та-дин! Вот моя клубничка в шоколаде. Первый раз делала, так что, как на первый раз, очень даже здорово. Хе-хе. Ребятушки, смотрите, я вот так сверху полила глазурью. Только сверху, да. Глазурь чуть застынет, и буду украшать. Смотрите, как Леночка украсила еще клубничку сверху. Хе-хе. Прямо целый шедевр. Хе-хе. Хе-хе. Ребятушки, внимание, на раз, два, три. Па-бам! Ха-ха! Смотрите, как здорово! Мой тортик готов. Смотрите, как я красиво вокруг обложила все клубничкой. Тут тоже поставила две клубнички. Написала, 8 марта белым шоколадом. И вот у меня еще здесь клубничка осталась. Хе-хе. Круто! Лена умничка. Умничка, умничка. Короче, вот так, сама себе тортик на 8 марта. Хе-хе. Ну, ладненько, спасибо всем за просмотр. Кому понравился Леночкин тортик, обязательно ставьте Леночке палец вверх и подписывайтесь на мой канал. И еще раз всех с наступающим 8 мартом, дорогие женщины! Хе-хе. Ну все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok